Добрый день, меня зовут Наталья Тюшкевич, сегодня мне выпала такая честь поговорить с вами о мониторинге и оценке как об инструментах, о видах деятельности, в рамках которых мы можем измерять результаты того, что мы делаем, оценивать эти результаты и об особенностях этих видов деятельности мы сегодня как раз с вами и поговорим. Для начала мне бы хотелось вернуться к классике менеджмента, мы с вами прекрасно знаем, что любая деятельность, в рамках которой используются и применяются ресурсы, она будет тогда эффективна, когда управляется. То есть если есть управление, то есть гарантия того, что наше использование ресурсов, неважно в полном объеме, в меньшем объеме, в необходимом количестве, это использование приведет к нужному результату и достаточно эффективно будет выполнено. Выполнено. И любая программа, любая деятельность ориентированная на результат, любая программа являются, впрямую являются объектами управления. В рамках программы, либо в рамках деятельности есть конкретные действия, шаги, которые направлены на решение определенной проблемы, на изменение какой-то конкретной ситуации. И эти действия, эти шаги осуществляются при помощи использования различных ресурсов, людей, оборудования, материалов, технологий, среды, условий и так далее. И, опять же, для того, чтобы понимать, на каком этапе мы достижения результатов находимся, нам необходимо собирать, получать информацию, для того, чтобы управлять этой деятельностью, для того, чтобы управлять этими ресурсами, для того, чтобы выполнять конкретные действия. И эта информация, она приходит к нам в рамках обратной связи. И я вот на слайде у вас в уголочке специально такой есть рисунок напомнить, да, что в полной мере, как объект управления и программы деятельности, ориентированные на результат, они осуществляются в рамках планирования, выполняются функции, какие управления, да, планируются, затем выполняются, координируются, Должна происходить мотивация сотрудников, мотивация благополучателей, контролируются, и тем самым мы говорим, что управление всеми этими процессами происходит. Существует несколько различных видов деятельности, в рамках которых осуществляется контроль, да, и в результате которых мы можем получить новые знания. На слайде представлены вот такие наиболее часто встречающиеся, обратите внимание, внизу есть вектор, где обозначено, что инспекция, аудит, это в большей степени виды деятельности, которые направлены на осуществление контроля, оценка исследования, скорее направлены на получение нового знания. Хотя в некоторой степени и тот, и другой вид деятельности также могут решать функции контроля. И вот с одной стороны информация, полученная в результатах этих видов деятельности, используется для, как инструмент контроля, с другой стороны она содержит новое знание о программе, о той деятельности, которая выполняется. И что нужно сказать, что между собой, вот из-за того, в каких пропорциях используется этот инструмент, то есть либо для контроля, либо для получения нового знания, они разграничиваются между собой, и в зависимости от тех задач, которые поставлены перед людьми, которые собирают эту информацию, эти инструменты используются. Ну вот, например, обратите внимание, инспекция, да, она направлена скорее на выявление предотвращения нарушений. И, кстати, в прямую, в большей степени является инструментом контроля и выполняет функцию контроля. Аудит, если мы, например, говорим о программном аудите, то это в большей степени ориентировано, как инструмент, на контроль соответствия степени выполнения. Например, соответствие выполняемой деятельности существующим требованиям, политикам, процедурам, существующим регламентам, нормативам, стандартам и так далее. И в какой степени фактически, да, выполнение соответствует запланированному плану. И с этой точки зрения аудит, он тоже в большей степени является инструментом контроля, поскольку чаще всего он проводится специально подготовленными людьми, внешними преимущественно специалистами на основании программной документации. И отвечает, в принципе, на вопрос, в какой степени соблюдаются правила, стандарты установленные, регламенты, нормативы, в какой мере соблюдается план деятельности. В ходе мониторинга происходит, вот мониторинг, он как бы находится на середине, на стыке контроля получения нового знания, поскольку сочетает в себе обе эти функции. Ну, вспомним, да, мониторинг – это постоянная системная такая, систематическая деятельность, в рамках которой отслеживаются результаты программы. Причем отслеживаются они на основании измерения заранее выбранных показателей, значений показателей, значений индикаторов. Разработка индикаторов больше, чаще всего, и это одно из условий, занимаются специалисты той предметной области, в рамках которой осуществляется программа. Что еще нужно сказать? Важно, чтобы вот эта совокупность индикаторов, я забегу немного вперед, мы об этом более подробно дальше поговорим, важно, чтобы вот эта вот совокупность разработанных индикаторов охватывала все те важные ключевые процессы программы и ее результаты. Если система мониторинга несовершенна или не работает в полной мере, или вообще отсутствует, если мониторинга как такового нет, то информацию о достижении результата, о выполнении, в какой степени выполняется программа, где бы то ни было, эту информацию получить будет просто невозможно. Что еще нужно сказать про мониторинг, потому что дальше, опять же, мы будем об этом говорить. Мониторинг является неотъемлемой частью программы или деятельности организации. И поскольку это неотъемлемая часть, то чаще всего мониторинг, и в принципе это нужно это делать, выполняется внутренними сотрудниками, исполнителями программы либо исполнителями отслеживаемой деятельности. В отдельных случаях привлекаются, могут быть привлечены внешние специалисты, но и привлечение внешних специалистов, как правило, определяется руководством программы. И это зависит именно от потребностей, где будут использованы, где будет и каким образом будет использована полученная информация. Что еще нужно сказать? Опять же, мы будем об этом подробно говорить. Информация, полученная в результате мониторинга, она обеспечивает руководителей и заинтересованные стороны, насколько успешно выполняется программа, в какой степени достигаются заявленные задачи, планомерность, фактическое соответствие, опять же, запланированных результатов и получаемых, ожидаемых результатов. Что касается оценки, оценка программы в большей степени ориентирована все-таки не на контроль, а на получение новых знаний о программе. И поэтому предполагается достаточно глубокий такой анализ с хода и результатов программы. Именно в ходе оценки мы можем получить ответы на вопрос о причинах отклонения от плана. И оценка может выполняться внешними специалистами, ну, это чаще всего происходит так, но тем не менее проводится и самооценка внутри организации, есть практики, есть опыт уже достаточно успешный. Мы в своей организации, я порогу своей деятельности уже, и вот как специалист детского фонда «Виктория» специалист по оценке, мы проводили внутреннюю самооценку двух программ. И на предыдущей работе мы тоже проводили самооценку большой программы, которая работала на Российской Федерации. Оценка, как правило, отвечает на вопросы, правильные ли мы вещи делаем, да, какие вещи, насколько они правильны, насколько правильно мы выполняем то, что мы запланировали, что у нас получается и почему, и как это можно сделать лучше. Исследование еще в большей мере направлено на получение нового знания. И оно может, конечно, играть определенную роль в осуществлении контроля за ходом и результатами программы, но эта задача, как правило, она для исследований, в рамках исследований, она всегда вторична. Ну вот, что еще можно сказать об этих видах деятельности, да, поскольку вот уже, значит, мы о них говорим. Вот если представить их, вот они у вас перед собой, да, то на уровне задач, мониторинг, постановки задач, мониторинг и оценка исследований, они отличаются. То есть вот мониторинг и оценка на одной стороне, да, как мы представим, а исследование на другой стороне. Поскольку в рамках мониторинга и оценки задача в большей степени стоит на получении информации для принятия управленческого решения, что же касается исследования, то ключевая задача исследования – это расширить и получить более глубокое, там, существующее знание, да, углубить это существующее знание, глубже его понять то, что мы делаем. На уровне методов, да, уже исполнения, там, сбора информации, работа с источниками данных, обработка полученной информации, эти, и мониторинг и оценка исследований, они похожи между собой, социологические методы исследований используются. Что же касается уже на уровне использования результатов, то, опять же, мониторинг и оценка, они больше похожи, потому что результаты используются для принятия, вся эта информация уходит для принятия управленческого решения. Исследования же чаще всего все-таки просто дают новое знание, и с этим новым знанием, значит, работаем. Для более глубокого, значит, теперь вот более подробно мы поговорим уже о мониторинге. Значит, кому нужны результаты мониторинга? Поскольку мы с вами говорим, что мониторинг является неотъемлемой частью программы и позволяет нам понимать, как программа наша движется или как мы исполняем планированную нашу деятельность, ориентированную на результат, то в первую очередь, естественно, результаты мониторинга нужны исполнителям или менеджерам программы. Поскольку мы говорим, что задача мониторинга – это получение информации для принятия управленческого решения, то, естественно, результаты нужны для руководства, для донора, для инвестора этой программы. Результаты мониторинга очень важны и для партнеров, потому что на то они партнеры, что они включены в эту деятельность, и они, естественно, как участники процесса, должны понимать о том, что происходит и каким образом мы программу исполняем. Понятно, что наши все программы и проекты, они носят социальный характер, и в результатах этих программ заинтересован достаточно широкий круг лиц, в том числе сообщества. И поэтому те процессы, которые мы… или те задачи, которые решаются в рамках наших программ, они, в принципе, достаточно интересны для профессионального сообщества. Вот мы, например, работаем в детской сфере, да, и работаем там с темой профилактики социального сиротства. Наши все программы, мы видим, у нас есть запрос, наши все программы являются достаточно большим результатом наших программ, и то, как мы их делаем, представляет большой интерес для специалистов детской сферы. И поэтому на круглых столах, где мы освещаем свои промежуточные результаты, все время присутствуют специалисты сферы детства. И, естественно, результаты мониторинга нужны благополучать, или еще нужно говорить клиенту организации. Почему? Потому что он является непосредственным получателем наших услуг, да, наших продуктов. И если мы говорим, что в рамках одной из ключевых… Зачем мы делаем эти программы, да, цели программы? Для того, чтобы наша целевая группа была, там, могла удовлетворить свой запрос в рамках нашей деятельности. И поэтому для благополучателя очень важно понимать, если мы оказываем ему услугу, или там предоставляем какой-то, даем какой-то продукт, нам нужно понимать, интересен он ему или нет, да, и в какой степени. Удовлетворен ли он или не удовлетворен. Опять же, для того, чтобы приходить и пользоваться, опять же, стать участником нашей программы непосредственно. Поэтому благополучатель, как непосредственный получатель наших услуг, он тоже заинтересован в результатах программы, в результатах мониторинга. Что нужно отслеживать в рамках мониторинга? Ну, в первую очередь, использование ресурсов, да, в соответствии с расходованных ресурсов плана. Во вторую очередь, ну, может быть, не во вторую очередь, я здесь не совсем правильно говорю, подчередности, да, тут нет приоритетов, но все это отслеживается параллельно. Значит, использование ресурсов, процесс сам, непосредственно процесс выполнения, соответствие там содержания, сроков мероприятия, график выполнения работы, соблюдение механизмов исполнения, и, естественно, отслеживаются результаты, в какой мере удается решать поставленные задачи. Да, ну, например, возьмем пример. Значит, ну, поскольку я знаю, что участниками нашего вебинара являются и сотрудники организации, которые являются понамоченными организациям по проведению конкурсов на средства субсидий, то вот возьмем такой пример. Например, у вас предстоит конкурс проектов среди организаций, да, в регионе, и вы понимаете, что, в общем-то, заявки приходят, но они достаточно качественные там, да, то есть, как правило, очень часто слышу, что проблема всегда не из кого выбрать, да, некому, что называется, деньги давать. Заявителей много, но непонятно, что пишут в проектах. Вот здесь, и мы об этом говорили на школе гранд-менеджеров. Вот здесь, например, для решения этой задачи накануне конкурса мы с вами, у нас стоит запланированный результат, что мы с вами проводим конкурс, где у нас там, во-первых, будет большой объем заявленных проектов, и, ну, там, допустим, 70% заявленных проектов будут качественными, да, где те, которые, в принципе, действительно могут претендовать на средства субсидий. И мы для того, чтобы получить качественные проекты, запланировали, например, установочный семинар, да, такой установочный семинар, там, один день, полный день, куда пригласили организации, пригласили, там, у них пророков в своем отечестве пригласили заезжего эксперта, и планируем, что мы получим 70% заявок, хороших, качественных. Вернее, мы их много получим, но 70 из них будут качественные. И мы в итоге проходим, начинается конкурс, а мы с вами видим, что, в принципе, из того объема, который мы заявки получили, я уж не говорю, там, сколько там, ну, получили тот же самый объем. Но мы видим, что там 30% качественных заявок, в принципе, те же заявки, которые и были раньше, да, и, значит, в принципе, все те, кто подавались, были состоятельны для этого конкурса, те же самые, и опять организации провели. Новых, там, заявок, которые были бы хорошего качества, мы не увидели. Что мы начинаем делать? Мы тут смотрим, значит, в какой степени использование ресурсов, да, правильно ли мы сделали один день установочного семинара? Может быть, нам нужно было два дня это сделать? Правильно ли специалистов пригласили, да, этого тренера? В тот ли период времени мы сделали? И затем мы смотрим. А может быть, в этот день этот семинар, там, не смогли прийти те люди, которые могли прийти, потому что там в регионе было более важное другое мероприятие. Может быть, недостаточно правильное информационное оповещение сделали, да, может быть, недостаточно было, или не хватало, надо было дать еще какой-то раздаточный материал, более подробный, более детальный. Может быть, еще нужно было бы, допустим, проводить какие-то доустановочного и послеустановочного более глубокие консультации. То есть, и потом, то есть, мы с вами увидели, что результат, мы не увидели 70% качественных заявок, да, среди подающихся. Мы стали смотреть, нам необходимо было обязательно посмотреть, так ли не так мы решали эту задачу, и опять же посмотреть, сколько ресурсов у нас было на это затрачено. Может быть, имело бы смысл этих ресурсов сделать больше объем по времени, по деньгам, по средствам, по материалам, нужно было запланировать ресурсов. Вот именно вот такое вот оперативное отслеживание полученных результатов позволяет корректировать дальнейшую деятельность. И если это будет своевременно сделано, то, возможно, дальше из этой ситуации мы сможем выбраться, если мы будем консультировать там те организации, которые, например, проведем работу над ошибками, да, тех организаций, которые не выиграли или принесли некачественные заявки. Ну, то есть, какая-то будет, какие-то дополнительные усилия будут сделаны. Итак, значит, еще раз, да, что такое мониторинг, мы говорим. Это систематический сбор информации по заранее выбранным индикаторам для того, чтобы получать все время постоянно необходимую информацию для руководства и заинтересованных всех сторон о том, насколько успешно мы решаем поставленные задачи, в какой степени мы достигаем поставленную планированную цель и как используются ресурсы, выделенные на эту деятельность, на данную деятельность. Очень часто бывает так, запланировали, смотрим, прошел там три месяца проекта или программа, мы понимаем, что у нас появляются деньги, которые сэкономлены. И эти деньги, естественно, нужно на цели программы пустить, потому что если мы не будем элементарно эти деньги отслеживать, потом у нас в завершении проекта остаются сэкономленные средства, которые нужно возвращать, либо будет возникнуть у донора, может возникнуть вопрос о целевым ли образом было вообще использовано у вас эти все необходимые бюджеты. А может быть, вы завысили бюджеты тогда на следующую деятельность, уже на продолжение этой программы будет более такое пристальное внимание и что, может быть, вы завышаете то, что вы делаете. Хотя в действительности это могло произойти несовременное отслеживание, несовременная оценка этих результатов. Значит, что касается, да, еще что касается ресурсов. Значит, эти ресурсы необходимо еще и отслеживать в обязательном порядке, потому что как раз чаще всего экономия получается реже. Чаще всего мы говорим, что пока мы заявляемся от программы там к донору, мы планируем бюджет, в нашей ситуации возникает, что скачок цен, и мы получаем то, что мы планировали, нам тех средств запланированных, нам их не хватает. Поэтому мы начинаем взбиваться с графика. И если мы не будем своевременно отслеживать исполнение и использование ресурсов, то мы можем получить, что половину программы сделаем, половину программы у нас останется без денег. Так, очень важно для разработки системы мониторинга очень важно помнить следующее, что, ну, поскольку мы говорим, что это постоянная систематическая деятельность, и она является неотъемлемой, мониторинг является неотъемлемой частью в выполнении программы, то если мы хотим эффективного выполнения деятельности, эффективного достижения результатов, то в организации должна быть система мониторинга. И этот мониторинг должен быть системой, еще раз говорю. От чего зависит эта система? Естественно, зависит от содержания деятельности. Что имеется в виду? На что направлено? Какая целевая группа? Какая по времени эта программа или этот проект? Благосрочная, краткосрочная? Какой тип мероприятий? Кто включен в эту деятельность? Является ли... Вот бывает так, что есть программа, и она состоит из... Есть основная цель, миссия программы. И есть проекты, которые нацелены на решение задач этой программы. И может быть так, что либо мониторится программа целиком, либо мониторятся только проекты. Это все зависит от той системы мониторинга, вернее, от той деятельности, которая у вас есть. И это будет зависеть так, как вы... От этого будет зависеть, что вы конкретно, в какой период вы мониторите. Естественно, это зависит от потребностей руководства. Опять же, повторюсь, есть, например, программа, которую делает организация, и появляется донор, который хочет проект... Значит, в рамках этой программы он финансирует этот проект, и он хочет отдельно этот проект мониторить. И... Либо, наоборот, руководителям нужно понимать, неважно, как реализуется проект внутри, ну, там, это детали, да, рабочие показатели. А важно, например, получать только результаты на уровне программы. И, естественно, тогда система мониторинга будет выстроена именно так, чтобы мониторить программу, а собирать там от проектов информацию в определенный период, на определенном этапе, использовать ее в меньшей степени, да, не так детально. Далее. Очень... Вот теперь уже самое ключевое. Да, и еще от модели управления. Еще раз повторюсь. Если, допустим, вот есть программа, есть проект за рамками программы, и проект, руководитель проекта является в данном случае для проекта как руководитель программы. И он может быть там один, но, тем не менее, вот этот проект может управляться отдельно от программы, и он точно так же, система мониторинга выстраивается отдельно для этого проекта, и система мониторинга для программы. Дальше. Есть еще такая вещь, как... Мы об этом сейчас поговорим. Значит, смотрите, есть... Мы говорим, вот если вы полномоченные, там, операторы, операторы конкурса, да, то у вас должна быть, у вас должна быть система мониторинга конкурса, как у оператора, и может быть система мониторинга профинансированных проектов уже после того, как вы провели конкурс, потому что вам нужно показать результат в рамках вашего, ваших задач конкурса, были ли достигнуты задачи конкурса, да, а есть, например, мониторинг вот отдельно на уровне проекта. То есть это все, вот вся эта система выстраивается именно от модели управления программой или деятельностью внутри организации. Теперь очень важно следующее, значит, что мониторинг обязательно разрабатывается на этапе планирования программы. Невозможно разработать мониторинг, если нет связи с цельными и задачами программы. В моей практике у меня один раз уже встречалось такое, когда, например, программа запущена, она действует, и вдруг в какой-то момент мы выясняем, что нам необходимо, значит, у руководства или у донора возникает запрос и говорит, слушайте, а я хочу посмотреть, какие вы, там, как вот эти результаты вы получаете, да, и получаете ли вы их вообще. И тогда, или он вообще приходит со своей системой мониторинга, да, там, со своими индикаторами. И тогда, извините меня, но в этом случае мы говорим, что это не мониторинг, это скорее профанация. Потому что каждый индикатор для мониторинга тщательно прорабатывается и его должны прорабатывать исполнили. Вот нужно понимать, тот человек, который разрабатывает программу, да, который формулирует задачи, который разрабатывает механизм реализации решений этих задач, тот, который формулирует ожидаемый результат, именно тот человек должен разрабатывать систему мониторинга. Если человек не включен в процесс выполнения программы, он не может и не понимает цели и задачи программы, он не может взять и сказать свой индикатор какой-то. И говорить, вот допустим, да, мы с бизнесом работаем, я по роду службы оценивала программы, которые выполняют фонды, ну, там, по запросу бизнеса. И был такой опыт, когда, допустим, донор, вот бизнес, он говорит, ну, вот я бы хотел, чтобы вы помогали там пожилым, да, и там, делайте свою программу. Мне главное, чтобы пожилые в отдельно взятой на моей локальной территории, ранние пенсионеры были удовлетворены и, в общем-то, не доставляли для меня сложности. И вдруг, в какой-то момент, значит, ну, это не вдруг, а появилось так, что специалисты там бизнеса этой социальной темой занимаются, отделом внешних связей, говорят, что мне бы хотелось, там, чтобы вы мне посчитали, каким образом, там, СМИ относятся, там, в какой степени, насколько качественно и некачественно освещают проблемы информирования населения, о проблемах, там, геронтологии пожилого возраста в этой локальной территории. Когда, и я хочу, поскольку мы платим, я хочу увидеть результат по этому индикатору. Это вообще нонсенс, потому что в рамках этой программы, да, предполагалась какая-то часть информирования. Но не было, не были запланированы конкретные мероприятия, не были запланированы конкретные шаги для того, чтобы СМИ начали, там, относиться, каким-то образом формулировать отношения к проблеме геронтологии, там, раннего старения на этой локальной территории. И тут как хочешь, но это, это невозможно, это невозможно сказать, таким образом программа может решать эту задачу. вот здесь категорически нужно настаивать на том, что, насколько мы не планировали, и мы об этом еще говорим, не планировали, ни таких действий, ни таких индикаторов, мы на этапе реализации программы, может на этапе, тем более, ее завершения, мы не можем вам сказать результат по этому индикатору. Еще раз, каждый индикатор тщательно прорабатывается. Более того, я вам хочу сказать, что в рамках нашей деятельности, вот особенно инновационные проекты, когда работают, мы, например, у нас есть программа по профилактике социального сиротства. Я хочу вам сказать, что разработка индикаторов это такой живой организм, достаточно. Вот, допустим, у нас была гипотеза решения проблемы профилактики социального сиротства в одном фокусе, и мы для себя разработали показатели эффективности для того, чтобы, как мы будем решать эту проблему, на какой результат мы будем выходить. В течение года, выполняя запланированные действия, мы стали понимать, что ресурсов фонда и ресурсов программы недостаточно для того, чтобы повлиять на одну из задач, а именно на усиление взаимодействия, межсекторного взаимодействия по решению проблем профилактики социального сиротства. И мы стали находить, мы стали в рамках вот уже работы пытаться найти свою нишу, более точечный фокус нашей работы для того, чтобы и уже планировать индикатор нашей результативности, измерение нашего влияния на эту проблему с точки зрения тех усилий, которые мы, ресурсами, которые мы располагали. Соответственно, уже вот этот индикатор на следующий год в этой программе, он у нас менялся и адаптировался. Более того, важно помнить, особенно при разработке системы мониторинга, что нужна система, а не только индикатор. Нужно понимать, когда и каким образом, ну, во-первых, опять же, будем говорить, где будет использоваться информация, для кого, в каком формате, на каком этапе, кто за эту информацию отвечает, в рамках каких мероприятий мы можем получить эту информацию. Это тоже нужно, очень важно, какая периодичность сбора этой информации. Это нужно понимать на этапах планирования, и это должно быть включено в систему мониторинга. Самое главное, одно из, опять же, самое главное условие, что участники процесса сбора информации, участники, которые включены в мониторинг, должны быть обучены. Хотя бы для того, чтобы говорить на одном языке. Но особенно это касается, знаете, таких многоуровневых программ. Например, когда мы говорим, что вот есть программы, в рамках которых существует ряд проектов. И в рамках этих проектов еще есть непосредственно, это особенно касается вот таких межрегиональных проектов, да, там, допустим, крупных региональных, или уж тем более федеральных проектов, когда есть, там, допустим, уровень программы, и там уровень проектов, которые выполняются на уровне региона или на локальной территории. И работают непосредственно, там, и есть прямые благополучатели. Вот все те, кто включены в этот процесс, исполнители проектов, исполнители программы, должны говорить друг с другом на одном языке, когда хотят измерять результаты программы через вот эти реализованные проекты. Ну и еще, мне нужно преувеличивать возможности мониторинга. Мы поговорим об этом чуть дальше. Мониторинг имеет свои ограничения. Более того, что, если мы хотим, ну, вот, например, в рамках мониторинга есть такие примеры, когда хотят, говорят, мониторинг влияния программы или мониторинг воздействия программы. Это тоже некорректно, потому что мы говорим, что мониторинг у нас отслеживается, вот это оперативное отслеживание результатов, да, оперативное такое, сделали оффлайн такое, сделали, отследили, да, сделали, посмотрели, отмониторили, оценили. Что касается воздействия влияния, это уже зона ответственности оценки, это такой вот отложенный эффект, потому что, ну, я в частности была включена в мониторинг программ, которые выполнялись в рамках субсидии, в рамках конкурса Министерства экономического развития на средства субсидий, да, на бюджетные деньги. И поскольку в законодательстве у нас нет такого формировки, как оценка, то понятно было, что задача стояла мониторинг результатов программ, которые были профинансированы в течение двух лет в рамках конкурса Министерства экономического развития. И вот в этот мониторинг были включены программы, которые вот уже как закончились. И когда, поскольку мы говорим один из вопросов мониторинга факт, план факт, там, выполнено, не выполнено, то в принципе для этих программ этот вопрос уже был неактуален. И о том, что говорить, опять же, говорить о влиянии, о влиянии этой программы, это не является задачей мониторинга. И поэтому вот здесь понятно, что когда мы проводили такой мониторинг, мы собрали все равно необходимую информацию, мы ответили на вопросы, которые стояли перед заказчиком Министерством экономического развития, насколько программа решала задачи или не решала по выделению субсидий на наиболее социально значимые проекты, программы, то мы на этот вопрос, конечно, ответили. Либо мы говорим о том, что все-таки мониторинг, он отвечает на вопрос, в той или иной степени мы достигаем полученные результаты. А вот именно почему и как и в какой степени есть вклад влияния на решение заявленной проблемы, то это уже, извините, это зона ответственности оценки. Поэтому возможности мониторинга не стоит привлечать. Я еще раз говорю об ограничениях по мониторингу, мы поговорим чуть позже. что еще важно. Так вот, система, мы говорим, зависит, система мониторинга зависит от структуры, от модели управления, да, и от содержания деятельности. Я специально провела, опять же, для вас вот такое разделение, это разделение условное, но, опять же, это из моей практики, вот в чем непосредственно я как эксперт по оценке, специалист по оценке я принимала участие. Если вот смотрите, давайте возьмем такой пример, что вы являетесь, неважно, если, допустим, благотворительный фонд, да, как вот фонд местного сообщества, он аккумулирует средства донора и раздает их на социальные проекты другим организациям. А уполномоченная организация в рамках субсидии, да, в общем-то, является оператором средств субсидии, проводит конкурс и раздает их на, организовывает экспертную комиссию, которая раздает эти средства на, региональные, на проекты от некоммерческих организаций, да, и вот с точки зрения оператора конкурса есть система мониторинга вот самого администрирования, самого процесса администрирования конкурса, да, что здесь нужно и вам имеет смысл этот мониторинг проводить, поскольку являясь оператором конкурса, администратором конкурса, да, для вас это очень важно понимать, перед вами стоят задачи того, чтобы в регионе активно некоммерческие организации действовали, участвовали в конкурсах, реализовывали свои проекты на средства донора или субсидии и добивались своих поставленных целей. Вот для вас целью вашего мониторинга, да, как для администратора будет совершенствование процедур, корректировка информационно-методических материалов, поскольку вы являетесь ответственными, ваша зона ответственности за то, чтобы организации понимали, активно участвовали в вашем конкурсе, писали качественные заявки и реализовывали. Ну, реализовывали это зона ответственности, но вы, чтобы эти организации, вам главное эти организации включить в конкурс, вовлечь в конкурс, да, и чтобы для них это было понятно, чтобы они были замотивированы. И в данном случае, если вы являетесь администратором, индикаторы разрабатываются вами, как администратором и заказчиком. То есть, условно говоря, если мы говорим, что вы как фонд, общественный фонд местного сообщества, и вы являетесь администратором там, средств собранных регионов, то доноры говорят, что мы хотим, значит, чтобы у вас там приняли участие организации, там, которые занимаются здоровым образом жизни. Или там, мы хотим, чтобы у вас там 30% в конкурсе там заявок было оформлено там на молодежную тему, и мы хотим, чтобы их было больше. И в молодежке мы хотим, чтобы это были проекты направленные, там, например, на активизацию молодежи, да, или развитие молодежного добровольчества. То есть, здесь вот как раз с учетом того, что хочет заказчик, и он должен включаться в разработку индикатора. Там, заказчик говорит, я хочу, чтобы в моем конкурсе, в конкурсе моих проектов, значит, проекты, которые объявляются, конкурс, который объявляется на мои деньги, допустим, чтобы участвовало не менее 50% работающих некоммерческих организаций в регионе. И вы тогда, естественно, этот показатель, вы его включаете, вы над ним работаете и отслеживаете потом. И вы задачи-то в конкурсе ставите, что вы обязательно должны проинформировать, отглядеть, сколько организаций именно этой направленности в этом конкурсе участвуют. Сбор данных о решении задач происходит на всех этапах конкурса. То есть, начиная вплоть до того, что подготовительный этап информирования о том, что конкурс, объявление о конкурсе, приглашение к конкурсу, о том, как проходит консультирование для тех, кто будет подаваться, о том, как мониторится, сколько каких организаций подали на конкурс и мониторится, проводится предварительная экспертиза на соответствие этих заявок. И как эта предварительная экспертиза была проведена, потому что на четвертом союзе вы будете предоставить эту информацию. Затем, естественно, мониторится, сколько участвовало, сколько получило, сколько победителей, сколько не выиграло, почему не выиграло и так далее. И, опять же, как прошло информирование о победителе на этапе подписания договора. Есть в разных организациях в разных конкурсах есть на этапе администрирования. Ну, например, я знаю, что для фондов местного сообщества конкурс, он не заканчивается тем, что когда договор подписали, заветки раздали. Конкурс заканчивается тогда, когда организации, получившие финансирование, свои проекты, отчитали. И вот как только вот они отчитались, вот этот конкурс считается и тогда администратор отчитался по результатам, подготовил такой крупный отчет о том, как были решены задачи конкурса в рамках выполненных проектов. В ряде случаев, чаще всего это бывает при распределении региональной субсидии. Это когда конкурс заканчивается, вот выиграли организации, подписались с ними договоры, перечислили им средства, на этом конкурс заканчивается. То есть все зависит от того, что включать, какие этапы конкурс для себя включает, вот эти этапы все должны быть промониторены. И система и мониторинг может не быть отдельно в страховой бюджете конкурса, потому что это может быть частью того же самоадминистрирования и оно предполагается, что если вы конкурс проводите, то вы проводите мониторинг. Далее, опять же, есть, еще раз повторяю, либо это в рамках конкурса, либо вас именно, и вы уже мониторите профинансированные проекты, потому что вы должны рассказать это вот в частности как для фондов местного сообщества. вы мониторите профинансированные проекты как администратор и говорите донору в последующем, что допустим, вот эти проекты, вот то, что вы хотели, чтобы добровольчество, например, развивалось, да, вот эти проекты, вот такие результаты добились в рамках вот такой деятельности, и вы можете тогда корректировать с донором, что вот это приоритетное направление может быть включить в него там, ну, например, инновационные проекты, которые развивали бы какие-то, были бы экспериментальными для того, чтобы оптимизировать и инвестилировать молодежь в добровольчество. И наоборот, в добровольчество включить там новую целевую группу ранних пенсионеров. И это вы делаете, вот, мониторите профинансированные проекты как администратор. Либо есть такая практика, что отдельно был администратор конкурса, другая организация получается там или заказывается мониторинг профинансированных проектов. Да, и эта система мониторинга профинансированных проектов, она будет отличаться от системы мониторинга администрирования конкурса. Потому что там индикаторы как шелк-куфор, да, и как его этапы были осуществлены, и как там работала в целевую группу профинансированных, в мониторинг профинансированных проектов будет, там задачи и индикаторы будут все наобноцелены. В какой степени проекты решают интересы целевой группы, да, в какой степени проекты, ведь конкурс проводится в рамках программы, а в какой степени профинансированные проекты и решали задачи программам, позволили достичь цели программы, в рамках которой осуществлялся этот конкурс и эти проекты. И там тогда цель pursue за целевым использованием, за целевым расходов средств и достижения за планием рассчитывать в первую очередь, да, индикаторы разрабатываются исполнительным проектом. То есть понятно, что например, когда у нас была большая программа поддержки гражданского общества Диалог Файлокси, то у нас понятно, мы были администраторами наша программа Диалог была администратором этой программы. Средства были финансированы, переданы в сайт. И в рамках этой программы были ключевые индикаторы, мы должны были например, одной из задач было активизация некоммерческих организаций в решении просветительских задач в рамках жилищной реформы. И у нас там были показатели в определенном количестве регионов, есть существующие организации, что были проведены циклы просветительских мероприятий, потому что один из индикаторов был, что население целевого региона было просвещено в решении вопросов жилищного управления жилищным хозяйством в результате выполнен проект. И мы этот индикатор впускали исполнителям. То есть, когда они подавали свои заявки на конкурс, они, естественно, этот индикатор для себя включали. Но и в своих проектах, в своих программах у них были свои индикаторы, свои показатели результативности. И именно исполнители этих программ, этих профинансовых проектов разрабатывают свои индикаторы. Как, опять же, как вот, например, у нас в фонде, как мы это сейчас делаем, у нас есть на уровне фонда у нас есть поста результаты программной деятельности для совета директоров и для фонда говорят, что мы работаем по профилактике социального сиротства, мы влияем на такую проблему, мы получаем такие результаты. И это у нас результаты высокого, мы называем уровнем результаты фонда. Программы, которые выполняются в фоне, они ориентируются на этот результат и они разрабатывают показатели, чтобы соответствовать этим результатам, да, и используют, ориентируются на наши фондовские индикаторы результативности на фондовские показатели и при этом разрабатывают еще свои рабочие показатели, да, показатели своей собственной программы, потому что в программе есть свои задачи, свои ожидаемые результаты. То есть я еще раз хочу, почему я детально остановилась на этом вопросе, потому что есть практика, когда индикаторы разрабатываются, есть, к сожалению, такая практика внешней нарезме, которые не совсем понимают, что делается в рамках программы. Если есть запрос на такой индикатор, то эти люди должны так или иначе быть включены в процесс разработки программы, проекта и этот свой запрос в рамках программы каким-то образом транслировать. если это возможно, этот запрос удовлетворить в рамках программы, то тогда значит этот индикатор может быть включен. Если же запрос этот не транслирован или он невозможный, программа не может решать этот запрос, удовлетворить этот запрос, тогда этот индикатор в принципе быть не должно в этом проекте или в этом проекте. Сбор данных на этапах выполнения проектов и моментах завершения. Это обязательно, как правило, здесь когда администратор мониторит результаты профинансированных проектов или профинансированных программ, он может смотреть промежуточные для того, чтобы понимать вы как администратор вы несете ответственность за того, чтобы было в первую очередь полностью цель, целевое расходование средств и запланирование, достижение запланированных результатов. Соответственно, вы смотрите насколько те проекты, которые профинансированы, они действительно выполняются в нужном направлении, действительно ли целевое расходование средств, вы как администратор за это отвечаете, как оператор. Поэтому мониторинг чаще всего происходит на каких-то промежуточных ключевых этапах и на момент завершения этих проектов. И должна быть отдельная строка в бюджете конкурса. То есть, имеется в виду, если мониторинг профинансированных сайтов – это часть конкурса, то в бюджете конкурса. Если это за рамками конкурса и вы как отдельный организм, то тем более мониторинг идет отдельно с такой бюджета этой деятельности. И есть еще система мониторинга программы проекта. То есть, ну, это непосредственно касается выполнения программы. Есть у нас программа, либо проект, неважно. Мы мониторим, мы разрабатываем эту программу, мы ставим перед собой задачи, мы планируем ожидаемые результаты и нам нужно понимать, в какой степени наши задачи решаются, в какой степени мы добиваемся заявленных результатов, так или иначе мы используем ресурсы. Поэтому цель – это система мониторинга подотчетность, улучшение деятельности, корректировка какая-то и, естественно, развитие. Индикаторы разрабатываются, команды программы проекта, непосредственно тех, кто это будет делать. Собираются данные во время ключевых мероприятий, потому что мы говорим, это систематическое отслеживание, в начале программы проекта, на промежуточной стадии, на моменте завершения. Вот как раз мы говорим о начале программы или проекта на промежуточном завершении, это как раз как вот эти исследования, вот это вот исследование, вот этот мониторинг нам позволяет выяснить динамику изменений нашей целевой группы. Или когда мы говорим о удовлетворенности запросов наших клиентов, то тогда в этом случае мы измеряем программу на разных ее стадиях. Но и обязательно в программе должна быть отдельная строка в бюджете. То есть имеется в виду, что такое. Потому что за мониторинг должен отвечать человек, это может быть тот же самый руководитель проекта, или менеджер проекта, или ассистент проекта. Но это должно входить там его должностное обязанность, соответственно, там оно как-то должно расплачиваться. предполагается, что элементарно даже те же самые организационные информационные ресурсы, там если вы проводите анкетирование, там или вы проводите фокус-группу, там она вам нужна, то это у вас обязательно должно быть включено в бюджет, потому что вы должны ресурсы на это затрачивать за рамками мониторинга, за рамками программы. Итак, значит, мы переходим с вами к вопросу о системе мониторинга, построении системы мониторинга. Какие главные принципы? Ну, в первую очередь, прежде чем, это ключевое. Это нужно понимать, что прежде чем начать строить систему мониторинга, мы опять планируем, мы определяем не только то, что нужно знать на программе, но мы в первую очередь должны понимать, почему нам эта информация важна. Если мы говорим, что, если вот мы, например, у нас программа, мы говорим, что нам нужно мониторить этот проект или программу, для того, чтобы понимать, вот у нас сейчас пилотная стадия этой программы, на следующий год мы ее хотим, планируем развивать, мы должны понимать, применять ли услуги наша целевая группа, правильно ли мы работаем с этой целевой группой или неправильно. То есть нам нужно понимать, почему эта информация для нас важна. То есть это не только мотивационный такой фактор для мониторинга, это еще и то, что тот фактор, что вот эта информация позволит нам либо развивать эту деятельность, либо закрыть ее и вообще менять в программный портфель. Следующий важный шаг, важное условие, важное требование такое, по крайней мониторингу, это определение периодичности получения информации о программе. Вы знаете, сталкивалась тогда с тем, что чуть ли не статистические данные через каждый месяц сдаются каким-то образом. И есть другая крайность, когда эти данные собираются только в конце программы. Вот здесь нужно понимать, если мы говорим, что результат моего проекта зависит от ключевых мероприятий, от двух, трех, от одного ключевого мероприятия. А теперь я должна понимать, что спор информации именно на это, после этого ключевого мероприятия и в рамках этого ключевого мероприятия это одно из приоритетов, в которых я в график сбора информации я должна это включить. Если я говорю, что мне нужно понимать, просто понять, нужна целевой группе, нужна целевой группе эта услуга или не нужна, то я понимаю, что я должна обязательно посмотреть запрос целевой группы на начале программы, проекта. То есть, насколько они вообще вот тут вот эти, типа было-не было, нужна-не нужна. Потом я понимаю, я должна где-то в середине посмотреть, опять же, та же целевая группа, ходит она ко мне или не ходит, получает она эту услугу или не получает, потому что если она ей не нравится, она вообще может просто не прийти, и мне в конце программы уже нечего будет в конце проекта оценивать. Мне у кого будет спрашивать, насколько нужна моя услуга или не нужна. То есть, все очень зависит от того, опять же, каким образом вы будете использовать эту информацию, для чего она вам нужна. И тогда выстраивается периодичность получения информации. Просто сбор данных, ради сбора данных, он никому не нужен. Это, я вас уверяю, есть уже практика, когда собирают эти данные, лежат в таблицах, неважно, даже если небольшая организация, небольшая целевая группа, все равно эти таблицы собираются, эти журналы собираются, и они никогда не бывают востребованы. Но зато мы понимаем, что у нас человек сидит, и по головам отсчитывает наших благополучателей, присутствующих в том, в любом мероприятии. Да, и еще главное нужно сказать, нужно тщательно думать, периодичность информации, поэтому, в принципе, именно от периодичности зависит, от чистоты сбора этих данных, зависит стоимость системы мониторинга, насколько это дорогостоящие мероприятия, и нужен ли здесь отдельный специалист, или достаточно будет менеджера проекта, который включен в реализацию всех этих мероприятий, которых параллельно будет, допустим, маркетировать целевую группу, или проводить наблюдения. Определяются еще одним обязательным условием, что определяются именно те индикаторы, значения которых можно измерить там, где выполняется программа. То есть нужно продумать каналы передачи этой информации и как она поступает лицам, принимающим решения. То есть каким образом кто собирает и как это передает. Потому что есть практика, когда, опять же, на уровне программы проводится мониторинг, и если мы говорим, вы являетесь оператором, и вы передали деньги, и вы говорите, что у вас программа решает задачи оптимизации некоммерческих организаций в определенном регионе, допустим, по теме сирот. При этом, например, те организации, которые работают в этой теме и выполняют эти проекты, они, в принципе, даже не хорти, что вы считаете эту информацию. И когда вы там говорите, слушайте, ну у вас как-то эта тема решается, не решается, скажите, сколько у вас целевая группа ваша изменилась или не изменилась. Они, конечно же, себе могут этот индикатор включить и считать, но они могут его не включить, и тогда вы, естественно, не сможете понять, что у вас целевая группа вашей программы в этом локальном, на этой локальной территории, она какая, она вообще есть или нет, она расширяется, увеличивается, или есть такая, как двигается, не двигается, или просто три человека, которые пришли в эту программу, что-то послушали и ушли, или приняли участие в кружке для дизайнера. Ну, я очень много говорю. Поэтому значение вот этого индикатора, оно должно измеряться именно там, где делается эта программа. Нужно заботиться еще и о том, чтобы информация, которую вы передаете своему, например, неважно, вы передаете руководству. Ну, вот, например, человек, который занимается сбором информации, администратор, он ведет там экселевскую таблицу, что у него есть вот эти проекты, и вот это выполняет, такое количество организаций, и у вас там, когда начала работать, он не там сумасшедшая экселевская таблица, какая-то на пяти страницах, мне информация нужна, я знаю, что она в этой таблице. Но я как засела на одной таблице, и сидела на ней сумасшедшее количество времени, потому что... потому что... да, мне говорят, что время заканчивается, и я, в принципе, заканчиваю. Мы говорим о том, что вот эта информация должна быть и эта экселевская, и уж тем более, если эту экселевскую таблицу дать руководить, то он вообще не очень поменит. А если решит экселевскую таблицу передать дому, то она для него, в лучшем случае, если он еще ее откроет, ужаснется и закроет обратно. Поэтому вам нужно понимать, в какой степени эта информация, в каком формате передается эта информация. Так, вот здесь, дальше на слайдах, в принципе, то, о чем мы говорили, пошагово... Это не значит, что это приоритетность, да? Но пошагово определено, каким образом система мониторинга выстраивается, да? Что разрабатывается... Это вот... Мы с вами знаем, что это происходит на этапе планирования программы. И мы разрабатываем индикаторы, даем им предъявления, определяем источники информации, где мы будем брать, как мы будем собирать, определяем периодичность и график, распределяем ответственность за сбор данных, каким образом эти данные получаем, каким образом эти данные обрабатываются и в каком объеме они передаются руководителям, и как это будет информация использоваться, будет ли это презентация, или будет ли это текстовый отчет, или будет это видеоролик, или это будет публичное представление и так далее. Мы должны... Мы обучаем... Должны обучить людей, кто... Ну, там, специалисты, не важно, мониторингу, или менеджер, который будет собирать эту информацию, и, естественно, предусмотреть бюджет. Вот то, что вот сейчас перечислено, здесь, эта же презентация будет выложена в открытом доступе, поэтому есть вот такой слайд, где вот этот алгоритм мониторинга программы в таких цветочных цветных кружочках, он, в принципе, выстроен. Поэтому вы можете воспользоваться этим слайдом при разработке системы мониторинга. В принципе, вот этот алгоритм, это как раз и позволяет эту систему выстроить. Пример системы мониторинга была в свое время у меня экспертиза молодежных проектов, которые были по финансированию в рамках технологии добра, проектов, которые участвовали в молодежных форумах на Селегере. И вот этот вот пример, как был проект, и вот так вы можете посмотреть, как это разрабатывается, что какой-то табличка, алгоритм этот вот в табличке может выглядеть. Дальше вот на слайдах поясняется, каким образом вот в этой табличке что означает, какова цель мониторинга, что такое индикатор, кто клиент, какая услуга, полностью это вот описывается. То, о чем мы с вами говорим, ограничение системы мониторинга, да, это ключевое. Ограничение. Мониторинг заплатит, измеряет только то, что запланировано заранее, то есть этот индикатор запланирован, его в принципе невозможно посчитать. И понятно, что не измеряет то, что не запланировано. Констатирует факты, но не объясняет причины, за счет чего достигнут тот или иной результат. Некоторые результаты нельзя измерить напрямую. Это мы как раз, например, говорим об активизации молодежи в добровольческом движении. То есть вот такой результат нужно разбивать на несколько раз. Что такое активизация, да? Что такое добровольческое движение? Это добровольческая акция или целый цикл мероприятий. Активность. Это он один раз пришел и ушел, или он пришел 2-3 раза на это мероприятие, или он принял участие во всех этих мероприятиях, или он вообще стал активным человеком, активным там, и стал продвигать это добровольческое движение. То есть вот такие результаты нужно разбивать на несколько индикаторов. Есть риск манипулирования значениями индикаторов. Когда, например, когда индикатор не сформулирован корректно, то тут уже этот индикатор можно использовать как в плюс, так и в минус. И составляет, это опять же все к формулировке. И все-таки в индикаторе мы понимаем только часть сведений. То есть вот да сделано, да выполнено, да приняли участие, да пришли, да получили объем информации. Насколько повлияло или не повлияло это участие в вашей программе или в вашем проекте благополучателя, насколько повлияло на его жизнь в рамках мониторинга, вы, скорее всего, не сможете получить эту информацию. Важно понимать, что эффективный мониторинг создает надежную базу для данных оценки. Вот те данные, которые получают, данные отчеты, результаты, анализы, решения, основанные на фактах мониторинга, следует сохранять для их последующего использования в рамках оценки. И что же такое, мы с вами говорили, что же такое оценка программ. Про оценку программ мы будем говорить достаточно меньше. Мы уже про это говорили с вами, значит, что оценка – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее характеристиках, результатах, для того, чтобы проводиться, для того, чтобы вынести осуждение о программе, для того, чтобы повысить эффективность этой программы или разработать планы на будущее. Значит, кому нужна оценка? Оценка еще нужна, в первую очередь, для финансирующих фондов, для финансирующих организаций, для организаций исполнителей. Я объясню, почему финансирующие. Финансирующие агентства, фонды, доноры – это те, которые вкладывают деньги в надежде, что будет решена какая-то проблема. Социальная проблема, личная проблема. И они должны понимать, в какой степени эта проблема была изменена, проблема была решена. Давать или не давать следующие деньги. Организации исполнительные, естественно, потому что они должны эту информацию предоставить для этих фондов и агентств и для себя понимать, действовать или не действовать в этом ключе. У нас, например, в фонде, мы в реализации оценки понимали, что у нас есть программы, которые между собой в какой-то степени пересекаются. Одним результатом в оценке было то, что мы, например, две программы закрыли и объединили в одну полностью изменение механизма реализации. Задачи поставлены были те же, программа качественно и организационно стала совсем другой. Естественно, результаты оценки нужны непосредственно исполнительным программам, которые работают с клиентами, то есть это вот те, кто работают с проектами. Могут быть институты заинтересованы, которые финансируют различные исследования для того, чтобы понимать на уровне миссии, видения, влияния на проблему, каким образом тайная сфера деятельности, сфера сексуальной жизни изменяется в результате деятельности определенных организаций или некоммерческих организаций в этой клиенте. благополучательным клиентам, как я уже говорила, естественно, профессиональному сообществу и широкой общественности. Широкой общественности для того, чтобы нужно понимать, вот, есть проблема и в принципе можно решить какими механизмами и в какой степени и решаем или не решаем это проблема, кто должен быть включен в решение этой проблемы. Это все можно, в принципе, узнать в результатах оценки. Зачем? Для того, чтобы продолжить или прекратить программу, каким образом можно улучшить программу, какие новые методы и способы могут быть добавлены в программу и так далее. Нужно ли принимать или отложить подходы к стратегии, используемой в данной программе. И это все. Вот уже по этим перечням вопросов вы уже можете видеть, что действительно мониторинг его ограничения, он не сможет дать ответы на эти вопросы. А перед руководством и исполнительной программы и донорами тем более эти вопросы всегда, в принципе, стоят. Значит, отличие мониторинга от оценки. Оценка проводится на ключевых этапах реализации программы, когда есть действительно уже такой результат, который можно пощупать руками и посмотреть на эффект. Анализируется причина достижения или недостижения запланированных результатов и полученная информация используется для уточнения не только планов на будущее, но и даже для разработки стратегии. Мониторинг в меньшей степени может быть использован для разработки стратегии, потому что он не дает ответы на причины, на причины следственных вопросов, а причины следственных связей. Я заканчиваю, позволю Вашу еще минуту-две внимания. Достижения программы, которые являются объектом оценки. это в первую очередь вклад программы, так называемый, и input это когда продукты какие-то оцениваются, вернее, действительно ли были проведены мероприятия, соблюдены сроки и так далее. Такое непосредственное выполнение input. продукты, которые output, это уже оценка фиксируется на том, как исполнитель проекта это все сделал, и как этот продукт пользуется во внешней, за рамками программы, во внешней среде. На результат outcome, то есть это когда проект имеет цель выяснить изменение поведения, уровень благосостояния, жизнь целевой группы, это тогда когда есть уже какое-то изменение в жизни целевой группы. И на эффекты влияния, impact, это когда устанавливается, что изменилось в структуре самой проблемы, каковы изменения в сообществе или в обществе, а не только на уровне целевой группы, каким образом программа вообще влияет, каким образом вклад программы вообще в этой социальной сфере или в этой сфере действует. Вот это является объектом оценки. Как опять же вы понимаете, что мониторинг не сможет ответить на вопросы по поводу влияния программы. На этом я закончила. Я понимаю, что в оценке сказано было не очень много, но задача в принципе стояла, поскольку мы на школе грандмейкинга говорили о том, что в принципе вопросы возникают по системе измерения непосредственной деятельности и в рамках программ, поэтому на те особенности мониторинга, плюсы и минусы, с которыми я сталкивалась в практике своей деятельности, я посчитала, нужно включить в эту презентацию, и мы об этом поговорим. если у вас есть вопросы, будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите в благотворительный фонд гарант, эта информация будет передана мне, я готова вас проконсультировать и дать дополнительную информацию. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Презентация, насколько я понимаю, она будет в открытом доступе, вот по той ссылке, по которой вы заходили, и там есть в письме приглашение, есть контактное лицо, вы можете к нему обратиться, и вам ответят по поводу этой презентации. Более того, хочу сказать, что цикл наших вебинаров, он еще не закончен, следующий вебинар должен был проходить в следующую среду, но по техническим причинам он перекладывается и будет 3 февраля проходить, и очень интересный будет вебинар по поводу отчетности и того, как нужно работать с благополучателем в рамках конкурса, в рамках профинансированных проектов. Вебинар будет «Делаем ли мы сами или вместо сами благополучателей?» Эта тема будет проходить, ведущая будет Елена Павловна Малицкая, президент Северского центра МОФС ТПИ. И я вас приглашаю на тот же вебинар, это тоже будет очень интересно, и я так понимаю, что вопросы на этом не заканчиваются, потому что мы продолжим эту тему обсуждений и на второй школе грандмейнгеров, которая будет походить в июне в Архангельске, поэтому находите все время, заходите на сайт, смотрите, будьте на связи с благотворительным фондом «Гарант», который, в общем-то, эту программу, проект ведет по школе грандмейтинга и на все вопросы может вам ответить. Спасибо вам большое, всего доброго, я готова буду ответить на ваши вопросы, которые у вас возникнут. До свидания. Продолжение следует...